Восьмидесятый фидбук в эфире. Восьмидесятый, давайте с вами диньк, а потом дриньк. Отметить надо это дело, так что наливайте пельмешки, доставайте хорошее настроение и пойдем смотреть, что же вы там прислали в восьмидесятый раз. Обалдеть. Первый на проводе сегодня Генри, третья работа в этом направлении. Генри движется в направлении дивана. А что это за переполох на кирпичном заводе? Что тут случилось? Как там весело. Сейчас, подойдем туда. Росту благодаря твоим роликам. Росту! Ля Кадди Николаевна, спасибо. Не знаю, что посмотреть на канале, вот ты молодец, что все пересмотрел. Смотри, в первом экране у тебя самое жирное место, пустое, даже свет, выключенный светильник, отвернулся вообще отсюда. Мы, когда открываем сайт, вот эта вот левая сторона первого экрана, это самое жирное место, где фокус нашего внимания. У тебя все отсюда отлетело, все отсюда отвернулось, заголовок туда, кнопка туда, и во втором экране у тебя есть якорь. Изображение это самый главный якорь, который в первую очередь забирает все внимание. В итоге у тебя все, вот это завалилось на правую сторону, хотя слева самое жирное место. Или заголовок тут поставите, какой-то вот оно все такое, может беленьким цветом. Смотри, как сразу становится чище и аккуратнее, или кнопку сделать белой. Но вот эти вот подложки, вот это, ты просто делаешь фотографию хуже, чем она была на заводе. Лучше бы на заводе тебе выдали глагол, потому что консультация это не глагол. А тут что-то разлетелось, расстояние внутри менюшки у тебя больше, чем снаружи. Позвоним сейчас в автолаял, спросим, когда привезут. Вот это вот по правой стороне должно быть поменьше расстояния, чтобы мы понимали, вот это блок меню, вот это логотип. Можно, конечно, немного раздвинуть в обратную сторону, но расстояние между текстовками должно быть меньше. Классная идея, у тебя линии есть такие в логотипе, наклонные, скошенные линии, а в дизайне есть где-нибудь, а в дизайне их совсем нету. А жаль, было бы классно вот эту идею как-то поддержать, может кнопки какие-нибудь такие сделать со скошенными вот этими штуковинами. Когда в логотипе есть классная идея, а в дизайне не поддержано, начинаем грустить. Разлетелось, расстояние до своего текста больше, чем до какого-то там соседского участка. Как так, должно же быть все наоборот. Не факт, что этот текст потом останется у них там, может они потом еще добавят сюда чего-нибудь, и вообще вот так вот вылезет. В итоге все вот это, а где группировку? Почему ты не группируешь? Почему ты не группируешь? Вот как выделить блок и просто его отодвинуть вниз? Даже карточка не выделяется целиком, надо группировать все от меньшего к большему. Вот это, и вообще компонентить же надо. А почему у тебя три раза одно и то же без компонента? Вон на кирпичах там компоненты есть. А это что же, три раза одна и та же карточка? Надо компонентить. Смотри, как классно, когда расстояние до текстовых контейнеров у тебя одинаковое. Клево же. Так сделайте тут такое же расстояние от текстового контейнера до другого текстового контейнера. Вот, глазу приятно, когда есть порядочек. Да, текста чуть-чуть не хватило, ну и ладно, на каком-то там адаптиве потом вообще сожмется все, картинка сдвинет, текста станет больше и там где-то совпадет. Не надо пытаться заполнить вообще все пространство. Лучше делать вертикальный ритм одинаковым, чтобы все, смотри-ка, классно, когда вот тут на кирпичном заводе у тебя одинаковые отступы. Не везде. Если ты пытался сохранить какие-то колонки, не получилось, потому что вот вроде как должна была быть одна колонка, там что-то не совпало. Вроде бы тут должна была быть какая-то двойная колонка, но тоже как-то не на две колонки. И тут вроде не на одну колонку, нет, не совпало. А если не совпало, лучше делать одинаковые отступы. Лучше делать, да, у тебя по вертикали совпадать не будет, но одинаковые отступы, визуально это все станет... Ты прямоугольник закомпонентил? Закомпонентил прямоугольник без текста? Клево, что ты у нас первый. Все четыре угла свободны, выбирай какой хочешь. Делаем автолайяут, настраиваем по центру. И все. И ставим автолайяут. Сюда вставляем. Так как это автолайяут, мы можем этот текст вставить вот сюда. Забрали этот текст. Плюс это же потом будет очень удобно адаптивить. Здесь такое ухо тут с туннелем, ужасные уши, ужасные разные уши. Надо же делать аккуратненько. Тем более, говорить, смотрелся наши ролики, а значит, зная, что если есть какой-то список из автолайяута, значит, надо обернуть еще одним фреймом, добавить через плюсик автолайяут и запустить плагин 2D автолайяут. И он наведет порядок. Все, вот мы теперь говорим, нам надо вот столько, вот надо вот столько, надо вот столько. Все это прекрасно будет переноситься. Смотри, как классно все это дело работает. А у тебя тут, конечно, уши разные, поэтому смотрится некрасиво. Вот такой формат гораздо чаще встречается, чем с разными ушами. Вот, например, на Wildberries. Видишь, ушки одинаковые. Да, по вертикали не совпало, но зато визуально-то аккуратно смотрится, а не так, что уши разные. Форма есть. И еще одна форма. Но почему-то их делали разные дизайнеры. А почему так? А еще и скопировать нельзя. Почему ты не группируешь? Группировка позволяет тебе вечером поиграть в PlayStation. Почему ты не хочешь себе сгенерировать свободное время? Если ты планируешь текст в компоненте, чтобы потом, возможно, изменить ему размер, то это надо делать не через компонент, потому что появится лишний контейнер с лишними привязками. Надо пользоваться текстовыми стилями. Потом в стилях меняешь значение, и все привязанные стили будут меняться. Вот форма. И вот форма. Почему они такие разные? Тут толщина такая, тут такая, тут уши в кнопках такие, тут текст такой. Почему эти формы совершенно разные? Да, они одного цвета, но они абсолютно разные. Размер текста, разный отступ и разный. И, конечно же, текст инпутов гораздо важнее, чем ты там соглашаешься с какой-то там нашей политикой. Политика это вообще должна быть и все, не более того. Она просто должна быть. А что мы там печатаем? 12-й даже на смартфоне видно не будет. Так-то мы можем к носу поднести и попытаться что-то рассмотреть. А тут метр до телевизора, и ничего видно не будет. 17, 18, 20. Вот какие размеры читабельные с метра до экрана. Что-то иконка твоя отвернулась. Взяли по ступенькам, поднялись и ушли отсюда. А сетка вышла из чата. Зачем тебе сетка, если ты ей не пользуешься? Если у тебя такие расстояния, так тебе сетку надо другую. Если тебе вот эта сетка мешает, то тебе надо другую сетку. Смотри, тут не попал, там не попал. Надо, чтобы начиналось все с колонки. И желательно, чтобы колонка и заканчивалась. Тогда этот элемент будет резинен. Если по колонке не заканчивается, с большой вероятностью этот элемент будет фиксированной ширины. И придется вручную его потом двигать. Но начинать, конечно, надо стараться с колонки. Ты смотри, ну вот ты не можешь здесь вот взять и закончить вот этот прямоугольник вот здесь где-нибудь. И галочку поставить вот тут. Почему ты дотягиваешь сюда? И у тебя здесь курсор какой-то модный. Этот курсор означает, что мы наводим. Сразу без клика все раскрылось. И представь, как вот сюда вот наводить. Вот сюда навел, раскрылось чуть-чуть. Курсор сдвинул у тебя все. Я бы вот эти штуки делал кликабельными. Я бы вот эти штуки делал кликабельными. Нажимаем, открылось, нажимаем, другое открылось. А так, что вводим и оно раскрывается, это, конечно, не очень. Вот тут ты молодец. Ты понимаешь, что есть строка, есть абзац. Ну, три строки и меньше, чем между абзацем. Это ты молодец. Это классно. Но расстояние до буллитов, что такое большое? Оно уже отлетело. Все, надо поближе ставить. Учись повторять. Если здесь у тебя кнопка такая, то почему здесь она вот такая? Почему какой-то сосисон? Тут тоже какая-то огроменная кнопка просто. Какое-то оружие древних инков, а не кнопка. Что-то очень-очень большое все. А зачем ты тут насыпал пробелов? Если делаешь красную строку, то делай ее через настройку красной строки. Вот же у тебя параграф есть. Вот, видишь, красная строка сразу везде. А не то, что в одном месте насыпал, а на другом все, пробелы закончились. А другим абзацам не выдали. Но это один вопрос. А второй, зачем в принципе красная строка, если у тебя есть и так отбивка абзацев? Красная строка используется, когда у нас параграфа нет. Вот, чтобы мы понимали, где начинается новый параграф. Как в книгах раньше было. Но все чаще встречается обратная ситуация, когда у нас отбивка по абзацам есть, а красной строки нет. А и то, и то показывать не надо. И уж тем более не надо показывать где-то в одном месте. И уж тем более, тем более не надо показывать это через меню пробелов. Не надо. Делай через настройку красной строки. Только я похвалил, что ты шаришь в абзаце. А где абзац? Это уж у тебя пустая строка. А пустая строка это зашквар. Еще и пробелы. Почему тебе так нравится делать пробелы? Параграфы надо делать, чтобы расстояние между параграфами было больше. Вот сразу нашли. И строки ты разрываешь. Зачем ты делаешь разрывы строк? Зачем? Вот же у тебя продолжение строки. И вот продолжение строки. Это же все потом повылазит в адаптивах. И будут вот эти вот некрасивые разрывы строк. Нельзя так делать. Нельзя. Не читается. И табличка такая себе. Слишком жирная. Видно ты тут пытался догнать поезд читабельности, который уезжал от перона, но не смог его догнать. Пытался и подложку подложить, и сделать пожирнее, и побольше, и покрупнее. И все равно это все читается плохо. Плохо. Если на фотографии не видно, опусти ниже, и будет хорошо, прекрасно читаться. Сделай какую-то подложку менее прозрачную. И смотри, как сразу поднимается читабельность. И не надо так орать. Сделай поменьше, аккуратнее. И что ты... Какая-то любовь к пробелам. Особая любовь у тебя к пробелам. Ставил. А название? Есть же название у чего-то. Ведь у этого чего-то должно быть название. Где название? Это характеристики. А что это в принципе такое? М? Что это такое? Где заголовок? Ну смотри, рядом стоят две формы абсолютно разные. Надо учиться повторять. Из-за логотипа грустного. Во-первых, линии не выдало нигде в дизайне. Можно было бы попробовать формы хотя бы сделать такими же, как эти линии. Такого же цвета в принципе. Тогда бы уже хотя бы что-то пересекалось. И смотри, как зеленая кнопка сразу стала выделяться. А когда оно все зеленое, тогда все тянут одеяло и непонятно кто выспит. А еще шрифт смотри с засечками. У тебя больше нигде нету засечек. Вообще нету. Можно было для заголовков подобрать шрифт с засечками. Тут бы на этом заводе кирпичей разобраться, потому что у тебя сейчас получилась вот такая кладка. Да, издалека вроде бы ровно, а когда начинаешь смотреть туда. Тут так, там, сяк, там, так, там по вертикали не совпало. Даже вот здесь вот смотри, там на пару пикселей. А что ты его в пиксельную сетку не попал? Ну-ка запускаем плагин, который все починит. Во. И здесь что-то вообще. Смотри, вот так вот делать нельзя, потому что линия потом будет мыльная, некрасивая. У тебя же линия 3 пикселя. И в экране пикселей надо, чтобы 3 пикселя попадало в 3 пикселя. Вот, вот как надо делать. Если у тебя под углом что-то или круглое, тогда там эти пиксели уже не попадают. И пытаться спасти ситуевину не обязательно. Если у тебя будет прямоугольник какой-нибудь под углом, там уже эта лесенка есть. Но когда горизонтально, вертикально, обязательно должно попадать в пиксели. Обязательно. Конечно же, запускай плагин. Пользуйся плагином. На канале есть предыдущий ролик про плагины. Один из них как раз-таки вот тебе сюда на завод прекрасно подошел бы. А так цвета приятные. Зеленый классный цвет. Очень нравится зеленый цвет. Очень прям нравится. Классный цвет. Дальше к нам дозвонилась Арус Жан с одной из первых работ. Классная работа. Классная. Цветовая гамма прям супер. Очень нравится. Цветовая гамма вообще на ура заходит. Вот, Генри, если ты дальше смотришь, смотри, как классно, когда мы понимаем. Вот пункты меню, вот контакты, вот логотип. И они друг друга не прессингуют, а у тебя в твоей работе пункты меню улетели вот сюда и долбили логотипу в ухо. Ему это не нравилось. А тут классно. Цветовая гамма классная. За иконку жалко. Вот это вот. Вид сверху, вид сверху. Да, эти иконки из одного магазина, из одного отдела, с одной полки, но из разных конструкторов. Вот это. Вид сверху, вид сверху, а тут 3D. Чуть-чуть выбивается. И как-то крупновато. А вот эти штуки сливаются в одно предложение. Вот как классно, когда есть одна штуковина, вторая штуковина, третья. Они не сливаются в одно предложение, а у тебя здесь слишком крупновато. Либо уменьшить тексты. Ну, хоть где-то. Хоть где-то есть компоненты. Либо уменьшить тексты, сделать поменьше. А, автолаяут. В чужой автолаяут лучше не вступать, потому что потом не отмоешь кроссовки. О, а что не настроено? По центру же должно быть. Так, возвращаемся обратно, ставим по центру и после этого уменьшаем. А где стили? Почему? А где стили? Такая классная работа, без стили, там практически без компонентов. Либо делаем поменьше, не надо так орать. И так понятно, что это фичи. И лучше начинать презентовать свои плюшки, не с ремонта, что вон у нас все там прекрасно чинится. Лучше это где-нибудь на потом поставить, что если чуть-чуть, то ты возьмешь отвертку и подкрутишь. Лучше какие-то другие плюшки показывать первым. Опять же, это вот самое жирное место, и мы сразу вот сюда. Иди ремонтируй. Почему оно сразу ломается? Почему? Поменял бы местами. А в этот блок не мешало бы пригласить сеошников. Не хватает заголовков, описания, цен. Что вот это вот такое? Как человек, напечатав Кеногейм, попадет на этот сайт, если тут только превьюшка. Нет текстов, которые покажут поисковику, что надо сюда тянуть. Иногда можно обойтись, в принципе, только карточками, без заголовков. Если поисковики уже в курсе, как сюда приглашать. Вот, например, работа, кстати, очень похожа по цветовой гамме на курсе Парень делал. И вот, смотри, карточки. Мы тут не писали заголовок, и тут не писали, и тут не писали, потому что... Итак, поисковики понимают, что сюда мы попадаем, если напечатаем что-то про DualShock. А тут мы просто смотрим, какие есть расцветки и сколько они стоят. Итак, очень много текстов, которые все на одну и ту же тему. Про DualShock, а у тебя все эти карточки на разные темы, и, конечно, тут нужен заголовок. Судя по всему, разницу с курсорами ты понимаешь, потому что тут кликаем, а тут наводим. Но ведь надо делать так, чтобы кнопка от тебя не убегала. Ты должна быть заинтересована, чтобы человек догнал кнопку. А когда мы тут наводим, а карточка сдвигается куда-то вместе со своей кнопкой и убегает от курсора, не дело. Можно сделать карточку побольше, но чтобы кнопка оставалась на месте. Где-то у меня такое было. А вот, смотри, кнопка на месте. Мы наводим, анимация есть, карточка среагировала на курсор, но при этом кнопка не убежала. Круто же, когда кнопка не убегает. Сюда бы какой-нибудь подзаголовок, что спама не будет. Заголовок, 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 тоже практически заголовок. Сборище каких-то заголовков, которые устроили тут кучу малу, как в детстве. Накидали фантиков и давай ладошками шлепать землю. Кто больше фантиков сегодня домой новых унесет. Тут, конечно, неаккуратно. Вот тут вот аккуратно, есть отступы, есть отступы. А тут что-то накидало друг на друга. Там закругление, закругление. А тут что-то закругление как-то, вот не выдали закругление. Надо поддерживать стилистику. Стараться делать так, чтобы блоки визуально были между собой связаны. Тогда все будет хорошо. Тут воздушно, 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 очень воздушно, очень воздушно, очень воздушно. А тут прям каша. Ну отодвинь ты, чуть-чуть туда отодвинь ты. Лучше группировать вот так вот. Так вот, чтобы можно было выбрать какой-то пункт меню и его отодвинуть. Отодвинуть, а не так, что мы можем по горизонтали двигать, а по вертикали надо будет. И вот это надо будет отодвигать, а там еще и автолояут, и потом сюда идти десятку добавлять. А тут десятка не такая, как там. Да, тут бы навести порядок. Футер аккуратный, классный. Курсора не хватает, чтобы верстальчик понял, что это не страница, на которой мы находимся, ее надо подсвечивать, а что это ховер-страница, на которой можно перейти. И копирайт не надо таким крупным делать. Это же просто приписка, которая просто должна быть. Вот сразу косяк нашли. По центру ж надо делать. Суть такую. По центру надо делать, конечно. Вылезет потом где-нибудь, в адаптивах будет сжимать, она улетит налево. Иконочки хорошо подобрал. Работа классная, стильная. Вот этот блок тут каша мала. Сюда бы заголовки вытащить, а то классная, стильная работа. Супер, класс. Дальше Сергей. Жду критики. Давай сюда свою критику. Классно, слушайте. По теме подходит, так все чистенько, классно. Цвет приятный. И цвет у фона приятный. Не просто белый, а такой уютный, классный цвет. Только зачем ты сделал фотографии хуже на 20%? Зачем ты портишь фотографии? Ведь они такие классные. На заводе были яркие, сочные фотографии. А вот что это? Длинную стерточку надо. Разрыв троки. Но лучше в принципе не драконить. Зачем? Смотри, ставим вот так. Вот, все работает. Смотри, не надо, не будет никакого разрыва строки. Просто поставили. Вот, даже с чем-то там по вертикали совпало. Чисто выглядит хорошо и визуально. Классно, что отступы везде одинаковые. Супер. Только фотки зачем-то ты сделал хуже. А вот тут, конечно, нечитабельно. И фотку угрохал, и тексты нечитабельны. Во-первых, мелкие. Во-вторых, тут цена, это что-то важное. Можно было бы сделать фотки изначально, чтобы они были яркие, сочные, заметные. Вот как вот эти вот. А потом мы наводим, фотка прячется, а текстовка выезжает, например, с иконкой. Так мы и тексты видим, и фотки видим. И все будут довольны. А так, текстом мешаем. Цену не видно, фотки не видно. Человеку полбашки снесло. Тоже фотку сделано 20% хуже. Вроде ребята должны прийти и забрать с собой мусор. Потом вот они все там почистили, и мусор вынести. А не так, что они пришли, вроде бы чикста, а потом ты ковер пододвинул, и все нашел. Вот те самые 20% и нашел. Если показываешь чекбокс, обязательно надо показывать, как выглядит активный чекбокс. Вот как он выглядит. Заливать цветом? Заливать каким цветом? Какой толщины галочки? А где стиль? Где твой акцент? Если акцент-то твой. У тебя же синий цвет. Как синий цвет поменять потом быстро? Заказчику, например, не понравится твой синий? Скажет, давай сделаем чуть-чуть голубее. И что, ты будешь сидеть и кликать? Все. А так бы в одном месте сделал пару кликов, и везде бы все обновилось. Пользуйся стилями, конечно, обязательно. Вот тут еще, в принципе, более-менее читабельно, но вот тут вот прям вообще не видно ничего. Смотри, как классно, когда никто ни на кого не наезжает. Прекрасно все. Супер вообще. Классный сайт получился. Только футер хочется сделать более насыщен, какой-нибудь более благородный, такой темный цвет. Вести куда-нибудь вот сюда. Да, смотри, как классно будет смотреться. Вот такой футер, да. А это какая-то такая блеклая, как будто тут непрозрачность увели. Как будто тут был яркий такой синий цвет, и его увели в непрозрачность. Точно, а зачем? Чтобы он отличался от кнопки, и чтобы кнопка, так сделай его просто другим, увиди куда-нибудь вот, не черным, классным, благородным цветом. И подписка в футере очень слабо работает. Надо выносить, делать самостоятельным блоком. Или на всю ширину, или в виде какой-то широкой карточки. Чтобы у меня тут такое открыть, вам показать, что есть в работе. О, вот, смотри. Смотри, как вынес рассылку. Там в прототипе она тоже была внутри. Вынес, и смотри, теперь этот блок самостоятельный, манит, говорит, иди сюда, яркий, заметный. А не просто какой-то неуверенный в себе прямоугольник, которого попросили постоять где-то в углу футера. Нет, это классный, яркий, заметный блок, которому прям хочется, чтобы им пользовались. Еще есть серый цвет на цветном фоне. Нельзя использовать серый на цветном фоне. Нельзя, ребята. Вот на курсе у меня получать... А, это черный с ней прозрачностью. Все равно надо... У тебя же синие оттенки. Вводи в синий цвет. Вот, добавляй синевую, чтобы это все вместе дружило друг с другом. Я бы фотки сделал чистыми, яркими, заметными. Тем более, они еще и по цветовой гамме с фоном сочетаются классно. И вот тут вот разобрал себя. Вот еще, если более-менее, то тут прям вообще беда. Нечитабельно. А это же прям важно. Это же сколько стоит. Сделал бы заметную подписку, потому что это просто... Ну, дизайнер сделал, вертолетик сверстал, а в итоге никто на нашу подписку не подписывается. А чего? Потому что блок не привлекает внимания. Вот. А так чисто, классно, клево. Так прям хорошо. Чистота в доме без усилий. Вот что было бы хорошо. Чистота в доме. Все, фраза закончилась. Вторая фраза без усилий. И одна самостоятельная, и вторая. И при этом мы не разорвали. Мы ничего не разорвали. Мы сделали просто неразрывный пробел. И здесь все, и здесь вот вставили. Неразрывный пробел. Все. Предлоги переноси тут же, вот видишь, ты перенес предлог Или он сам перенесся Где-нибудь в текстах, которые динамические Можно забить на предлоги с высокой колокольни Если тебе вдруг лень Нажать одну кнопку и вызвать сбал типограф Который починит вообще все тексты Просто два клика, вызываем плагин, он все чинит Вот, если тебе вдруг лениво То хотя бы в заголовках, не делай вот так Хотя бы в заголовках и в подзаголовках И в подзаголовках тоже Не делай, не оставляй вот эти вот какахи Тем более у тебя тут тема такая Что какахи мы все уводим А не оставляем потом под ковром 20% Сами вынести А так работа супер, молодец Круто Дальше в радиорубку дозвонился Никита Хочет узнать, где у него пробелы Инстаграм есть, пойдем посмотрим Так а ты на меня даже не подписан? Редиску нашли? Тебе интересно услышать мое мнение? А ты на меня даже не подписан? Негодяй, негодяй в эфире Негодяй Негодяй Вам наш инсту еще прислал? Мог бы просто не показывать, что на меня не подписан А то, что инсту призвал, что иди посмотри Я на тебя не подписан, но ты мне критику Пожалуйста, отсыпь Негодяй Интересная стилистика с линиями Я вот в последнее время тоже люблю Я вот тоже сейчас сделаю с линиями У тебя тут все вместе И меню Вот это вот меню, да? Вот это вот все меню И поиск Хотя это же совершенно разное Можно было бы, например, сделать сверху поиск Вывести контакты А меню оставить снизу Главную, кстати, запросто можно убрать Это уже архаизм Все и так знают, как попасть на главную страницу сайта Лучше вывести информацию о корзине Намекая, что у тебя пусто Давай-ка ты горшочек закажи А так ты отправляешь на страницу корзины Чтобы узнать, что я туда кинул Лучше повыводить информацию Я бы здесь хедер сделал все-таки из разных составляющих Поиск Поиск Корзина Корзина Телефон Телефон А это уже меню Вот, например, тут у тебя тоже непонятно Что тут текст Что тут кнопка Да, стрелочка есть Но почему кнопка такая огромная? Ты что, на охоту собрался? Зачем так орать? Вот открой любой сайт Комнатное растение Вот, пойдем посмотрим Вот Давай три сайта посмотрим Какие там кнопки? Аккуратная стандартная кнопка Где тут кнопки есть? Вот, аккуратная А, за мной не видно Но поверьте, ребятки Тут аккуратная стандартная кнопка Вот, аккуратная стандартная кнопка Аккуратная кнопка Аккуратная кнопка А у тебя ощущение, как будто ты на медведя собрался С большой вероятностью заказчик попросит показать старую цену Показать длинные какие-то заголовки Какие тут бывают заголовки? О, смотри Бонсай чего-то там Или вот крокусы в горшочке Пять луковиц Куда девать эти луковицы? Надо же показать версталечку Оставлять вот так, как есть Или добавлять какой-то отступ И все это дело сдвигать Что делать с соседним карточком? Вот эти выносные элементы можно оставлять Делать выносными Это же выносные элементы Почему у тебя не настроено? Где этот мастер? Нам надо сделать так, чтобы отступ слева и справа Всегда был одинаковым Все, возвращаемся обратно И теперь мы можем подтягивать Класс Супер И теперь есть вертикальная линия, которая хорошо считывает А это просто выносной элемент Это просто элемент, который мы вынесли немного А тут появятся вопросы Во-первых, у верстальщика Как этот поиск? А судя по всему, это поиск В котором надо что-то там напечатать Название какого-то кактуса И потом куда-то нажать И вот вопрос, куда нажать? Нажимаем вот сюда Это сортировка Нажимаем сюда Таблица меняется на список Что делать? Где иконка? Как нажать? Надо разграничить, чтобы точно было понятно Где поиск заканчивается Где начинается сортировка У тебя тут все в куче Вот это все надо было бы разделить Так же, как и сверху Чтобы точно было понятно Где один функционал Все время прилетает Где одна функциональность А где начинается вторая функциональность И поиск тогда Кнопуля должна быть какая-то Это вопросы будут у верстальщика А потом у сеошника Где заголовок страницы? Ведь там где-то далеко В гугле и яндексе Надо будет напечатать Хочу себе кактус А тут никаких заголовков нет Которые могли как-то совпасть С тем запросом Чтобы человек через поисковики Пришел сюда Тут нет этого заголовка Аж один На любой странице Должен быть заголовок Вот же у тебя есть заголовок Почему такого заголовка нету тут? И тут должна быть еще Должны быть хлебные крошки Ведь там могут быть длинные подкатегории Сначала цветутие растения Потом завявшие растения А в этих цветутих растениях Могут быть еще какие-то подкатегории Розы, тюльпаны, кактусы И вот когда мы нажимаем вот сюда Мы переходим в раздел С этими кактусами Розами или тюльпанами А вот как вернуться Обратно Только через кнопку каталога И мы попадаем сразу на первый уровень А как вернуться на второй, третий уровень Конечно есть кнопка Назад в браузере Ну и ладно Ладно Только шиворот на выбород Сначала мы Добавляем в корзину А потом когда корзина улетела Кричим ей вдогонку Двенадцать штук положи Двенадцать С этим товаром покупай Что-то улетело Вот это вот уже следующий блок Самостоятельный блок футера А вот этот заголовок Относится к этому списку Надо сделать так Чтобы у тебя был один блок Потом второй блок Потом вот третий блок И расстояние между этими блоками Были одинаковые А значит расстояние Внутри до заголовка Должно быть меньше Горшки там тоже бывают Длинные заголовки Прям очень-очень длинные заголовки И может подскажешь Как ушедший упаковать в портфолио Возьми пять работ Которые тебе нравятся Где-нибудь на беханте Возьми просто пять работ И что-нибудь среднее Между всеми этими работами Сделай Посмотри как вот они оформляют Какой блок первым делают Что пишут во втором блоке Что делают в третьем Что делают в конце работы Как они там страницы располагают Кто-то пользуется макапами Кто-то считает Что они уже устарели Поэтому посмотри И что-то среднее сделай Но выбирай работы Которые нравятся тебе Потому что это твое портфолио И когда там мимо проходящий Будет фыркать Все равно пусть фыркает Ведь это твоя работа Поэтому главное Чтобы тебе нравилось оформление И тут конечно же Надо делать фильтрацию с чекбоксами Не зылайся в чужой автово Я вот не отможешь сапоги Вот так вот Вот так вот Чтобы мы находясь в каталоге Могли выбрать И маленькие горшки И средние горшки И потом из того Что нам отфильтруют Визуально выбрать тот Который нам нравится И визуально и по цене А у тебя получается Что надо пройти на страницу Маленьких горшков Посмотреть Есть ли там что-то интересное Запомнить Было ли там что-то интересное Ведь у тебя нет никаких кнопочек Которыми можно было в закладке Как-то закинуть И потом выбрать Из того что ты отобрал Потом надо будет вернуться Зайти в средние Тоже это изучить Посмотреть И как-то там в голове Все это дело запомнить Потом зайти возможно в большие Представляешь как будет неудобно А так ты находясь в каталоге Просто говоришь Покажи мне Маленькие и средние А большие Не надо показывать Не нужны мне тут галочки У тебя прямо на этой странице Никуда не надо ходить Прямо здесь Ты начинаешь скроллить Если тебе не нравится Взял что-то и убрал Вот как должен работать фильтр Это не просто список страниц И что мы сейчас находимся На этой странице Это фильтр Фильтр контента Который показывается На всей этой странице каталога И тут такая же история Цветуть ей надо показать Хочешь цветуть На тебе цветуть Хочешь экзотический Давай показывай прямо здесь Почему ты меня куда-то отправляешь И разберись с поиском Че-то у тебя прям вообще Будут вопросы Как он работает Главное зачем их два И где заголовок Как попасть на эту страницу Как сюда попасть Как попасть Дозвонился Донаста Миролан Привет Давно работаю дизайнером Это третья работа по счету Как так Давно работаю Третья работа Что-то тут не сходится А где работа А то что слева ты сделал То что справа было Сейчас посмотрим Есть инстаграм Тут ничего интересного Ребята Вот тут вот вопросики Если там правда Ничего интересного Зачем присылать Ну типа Ничего интересного Зачем наше время отнимать Непонятно Но возможно это интрига И ты специально так написал Чтобы мы кликнули и посмотрели Пойдем узнаем Так контента про фриланс Судя по всему И про дизайн Мы тут ничего не найдем А значит Значит Ты любишь тратить чужое время Негодяй Плохой навык Тут конечно прям вообще Нечитабельно У тебя в этом плане Все хорошо Но кнопка отвалилась И либо ее поставить К своему тексту Чтобы было все вместе Либо если ты хочешь Поддержать уголок Можно текстом Поддержать кнопку И на английском языке О смотри В предлоге умеешь Класс Вот прям молодец 94% Это кстати Наверное Важная инфа Можно было бы и выделить Вот сейчас сделаю То же самое Была какая-то Там 98% Нам доверяет организация 98% Я выделил 98% Я бы у тебя так сделал бы Тоже надо на этом Сделать акцент Потом фотография Вот тут вот фотография Была поудачнее Да У нее тут конечно В нос и в рот и в ухо Позалазили всякие буквы И это не дело Но у тебя же тоже Панорамная фотка Панорамная фотка Коллектива Хочется побольше сделать Порассматривать Место же есть Возьми как-то Переорганизуй все это дело Возьми эту текстовку Сделай поменьше Вот так вот Может нам заголовок Сделать вот так вот На всю ширину О практически Практически Представим что практически Вот И может эту фотку Сделать вот такой Вот смотри У нас и уголки Поддержаны И заголовок Читается хорошо И фотография Стала больше Мне прям нравится Ну смотри У тебя куда Тут что-то в уголок Тут в уголок Отвалилось Вон смотри Как классно Да Так что не стесняйся А зачем подписывать блоки Что это первый блок по счету Зачем Вот это читать конечно будет Супер некомфортно Сначала заголовок О нас Потом нам говорят Иди вон туда слетай Там мы дочитали А потом мы не можем Продолжить читать дальше Потому что нам опять Приходится Трансантлантический перелет устраивать Потом читаем Вот эту вот Длинную Ужасную Ужасную Длинную строку Которую читать Некомфортно Длинными строками Можно писать Если у нас Большие буквы У нас визуально Строка все равно будет короткая Да По пикселям А вот это это длиннющая строка Так не надо делать Возьми вот так вот Сделай например Как вариант И по левому краю конечно же Вот например Вот это профессиональный учителя Тут Почитали Потом заголовок Контент Заголовок Контент Мы попрыгали по заголовкам Если какой-то заголовок Нас заинтересовал Мы посмотрим что там написано Ну вот так вот читать Иди туда Потом вернись сюда Потом Нет нет Тут можно предложить заказчику Выделить какое-нибудь слово Например Вот смотри Кстати буквы Наверное не хватает Наверное Я прям не уверен Но кажется Тут не хватает буквы Клабзаться умеешь Молодец Смотри Не помещается Блок Значит можно сделать контент Поменьше Зачем 40 40 это заголовок блока У тебя тут карточка 28-24 Можно сделать поменьше Какие-то отступы Сделать поменьше Может фотку сделать 320 Там 250 Будет достаточно Преимущество владения Английским Если вы Что-то не то с фразой Вам подойдут курсы Английского Если Вы специалист Предприниматель Если вы студент Если вы школьник Вам подойдут наши курсы Ее можно вынести куда-нибудь Вот сюда Во-первых Карточки станут Покомпактнее Вот А сюда выносим Вот эту текстовку И говорим Что занятие Блин Не попал Что занятие Проходит вот здесь Есть у нас Какой-то подзаголовок Вот берем стиль Подзаголовка Не сооружаем Новый какой-то А смотрим то Что мы там делали выше И какой-то из них Там используем И так как это подзаголовок Точка не нужна Ни в вебе Ни в русском языке Даже Вот стоимость обучения Занятия в школе Ту-ту-ту-ру Если что-то повторяется И это повторение Можно убрать Надо убирать Делаем интерфейс Чище Такой вот принцип Например Двоеточие Где-нибудь Они повторяются Нет У тебя нет Заголовков с двоеточием Да и в принципе Не должно быть Это визуальный шум Это вообще супер очевидно Что вот наши клиенты И что-то Сайт закончился Ни на чем Тут футер был Хотя бы уже вот эту вставь Хотя бы вот так Во Хотя бы на сайт походу А цвета приятные В целом получилось у тебя Интереснее чем было Но в местах Контент конечно изучать Тут супер комфортнее Например вот Короткие строки Не от края до края Еще с левым правым Уравниваем А просто взяли Почитали Потом перешли сюда Сверху вниз Идем читаем Сверху вниз Идем читаем Сверху вниз Идем читаем Почитали Почитали Никто на нас Не орет Никто не орет А тут прям орут Пройдите тест Тут в этом плане Конечно контент Изучать поприятнее Вот аккуратная карточка У тебя там Огроменная карточка Просто от края до края Огроменная карточка У тебя тут отзыва По большому счету 40% только А все остальное Это просто оформление блока Запросто можно было Оформить и два отзыва И по два отзыва читать Запросто Тут на самом деле Тоже можно было Потому что Место есть По два отзыва Оформление у тебя Получилось поинтереснее Но тексты изучать По прежнему На старом сайте Комфортнее А оформление Интереснее Спасибо, пожалуйста, не встречала настолько дельной информации Пожалуйста, готова идти в угол Вот, хорошее настроение Хорошее настроение, а чего? Зачем в угол? Классненько же все, классненько Карточки только маленькие, их бы покрупнее сделать Это ж мастер, мастер, мастер Мастер, мастер, класс, смотри А что расстояния разные стали? Они разные были? А что, 58, 47 Вот нельзя было сделать 50-50, вспотело бы, да? Понятно Надо делать карточки больше Вы же в магазин, когда идете, вы же там покрупнее банан выбираете А не вот эти вот маленькие огрызочки Понаряднее, посочнее выбирайте фрукты, овощи А не вот эти вот малюсенькие огрызочки, которые подгнили со второй стороны И потом приходится разворачивать в холодильнике, чтобы не расстраиваться лишний раз Классные, сочные карты Смотри, как у тебя было Малюсенькие-то отступы Вот у тебя сразу считываются вот эти вот большие отступы А лучше сделать карточки побольше Смотри, и отступы уже уходят на второй план И закругление возможно сделать поменьше А это тогда сделать вот таким большущим Как-то тягать тебя А вот это что-нибудь большое Может вертикальное Какие-нибудь фрукты, которые вертикальные Ананасиуса И тут то же самое Что-нибудь вертикальное сделать большим А тут поменьше И будет классно Да Оно в принципе и так хорошо получилось С формой что-то непонятно Это я сломал или что? То, что палец указывает классно Но как-то смотрится неаккуратно Если у тебя такая форма То лучше уже поля, конечно, делать одинаковыми А что не выбирается? Чего ты все заблокировала? Предательница Во Вот, одинаковые делаем поля Так же и удобнее И фрукты побольше Пустоты поменьше Фрукты побольше Овощи, фрукты побольше Посочнее Повкуснее Зачем пустоту? Вы же не пустоту оформляете Ты же дизайнер, к которому обратился заказчик Чтобы ты ему оформила контент Контент, а не пустоту Зачем ты пустоту оформляешь? Контент оформляй Побольше, повкуснее Чтобы слюнки текли Чтобы захотелось это все Скорее себе в холодильник положить Сначала ту-ту-ту А потом заголовка нету Непонятно же В high quality У многих обрежется и будет i-clo И что такое i-clo Непонятно А заголовка нету Надо сюда заголовок У тебя же смотри Сюда не завезли Надо заголовок Если уже делаешь так То и тут бы уже сделать Либо наоборот Либо вот таким способом Здесь сделать Но чтобы оно было поддержано А то там так Тут так Надо чтобы был эффект повтора А когда у тебя какая-то идея встречается Один раз Это не эффект повтора Я бы уже где-нибудь здесь показывал Какие-нибудь товары Вот если открыть любой интернет-магазин То там сразу товары Сразу товары Прямо уже тут вот товары показаны Товары, товары, товары А тут пока-пока А что это? А чего? Фу, вот этого Вот это вот прям здесь Ну никак Ну нет Ну не-не-не-не Это ты решила Я понял твою идею Ты решила так поддержать Вот эту идею Типа у тебя там такой заголовок Поэтому я тут сделала так Форма Это ж надо стоять с инструкцией И всем объяснять Почему у тебя такая Кривулька И почему у тебя здесь В две строки не в одной Это ж надо всем объяснять Погоди Если это ту каталог Перейти вот эта стрелочка Означает что мы переходим Вообще на какую-то другую страницу А есть оно у тебя или нет Вот это вопрос То если это просто переход вниз Тогда стрелка должна показывать вниз Что нас проскролят Скролят и каталог А цены где? Сколько у вас стоят ваши товары? Да, они какие-то красивые, нарядные Но сколько они стоят? Как-то вообще все это дело Можно заказать, купить Где иконка корзины? Где что? Корзина вообще есть? Или тут просто какая-то информация О нас Типа как мы производим Да, что вот мы производим Вот это, вот это, вот это Мы посеяли горох Ну ладно Тогда можно и без корзины Тогда да Пять лет макету? Или что? И будут вопросы к вот этому фону Который тянется Очень-очень-очень Длиннющей картинкой Ты представляешь, вот эту картинку Надо будет подгружать Да, она разблюренная Замазанная Да, ее можно будет ухерить в качестве Еще больше Но она огроменная Тут у тебя есть ярко выраженная линия А справа кучу места оставил Лучше тогда форму сдвинь туда Форму поставь по линии А текст пододвинь туда Или фотки пододвинь Куча места, куча места Очень-очень небольшая куча места А тут вот встретились два одиночества Или ты типа подчеркиваешь Что вот это овощ Еще вопрос Овощ ли это? Большущий вопрос Овощ ли это? Большой вопрос Но в угол не надо Не надо О, постоянный гость нашей рубрики Кажется Кажется мы все твои работы смотрели Если это третья То две предыдущие мы точно смотрели Неудачно обрезала Неудачно обрезала Человек обрежется И текст обрежется А где вообще? Вон же у тебя сетка Контент не должен вылазить за сетку Не должен вылазить контент Можно оформление сдвинуть Но это не оформление Это контент Это автор подкаста Нельзя его вот так вот обрезать Ведь это все будет уменьшаться В зависимости от ширины монитора Вот это вот 1920 на 1080 Вот это вот какие-то там ноутбуки Вот это вот какие-то там ноутбуки Поменьше И вот что у тебя нос торчит И что и текст обрезался Отвернуть его мы тоже не можем Да, так он остается в эфире В эфире остается Но он отвернулся от своего заголовка Тоже не дело И то, что оно куда-то там уезжает Пусть уезжает Но пусть уезжает в рамках контента Оно должно быть в рамках контента Это контент Это текст Он не должен обрезаться Логотип не должен обрезаться Вот так Стилистика такая беленькая Поддержана Поддержана А что заголовки не поддержаны Вот же у тебя текст Заголовка О Вот Вот теперь вот эти штуковины Вот с этими штуковинами Смотрится из одной коллекции И может не нужны такие огромные кругляши Что-то они какие-то огроменные Если ты сделаешь поменьше Хуже точно не станет Раз, два Так А что это у тебя Вот И здесь тогда хук Вот чтобы подтягивалось И отступы Смотри Там у тебя вон какие отступы А тут вон какие огромные отступы Еще и рамка такая толстая Надо поддерживать И рамку что же надо повторить Повторяем рамку Все повторяем А еще и непрозрачность другая оказывается Либо тогда там снижать Сделать как тут Двадцать А тут пятьдесят Значит я бы сделал двадцать Но вот с такими тонюсенькими линиями Тонюсенькими линиями И туда А где мастер О повторил бы Тоже Полу башки снесет Снесет полу башки Смотри глаз будет торчать Здрасте Ну что Классно когда глаз торчит И пустота Зачем пустота Вы оформляете контент Зачем вы оформляете пустоту Ребята не оформляйте пустоту Да воздушные отступы Никто не отменял Но зачем оформлять пустоту Зачем Разный контент вставил Это ты молодец Это классно А можно было еще показать Как выглядят четыре звезды И сразу Видим Косяк Не настроило Надо же настраивать Там внутри же это все должно быть По левому краю Раз оно по левому краю Либо пустую звезду делать пустой Либо ее делать пустой Какой-то там Какой-то там Вот такой Чтоб она была Либо пустой делать Каким-то цветом Либо ее просто убрать Тут же прям Столько всяких разных вариантов И как сделает верстальчик Непонятно Потому что ему непонятно Вот вот тяжко будет Очень много Очень много в этих превьюшках Да, они судя по всему реальные С реальных подкастов Но либо все это дело Надо как-то раздвигать Потому что Вот это просто Тяжело выглядит Просто-напросто тяжело Может они тоже не нужны Такие огроменные Зачем они такие огромные? Зачем они такие огромные? Тут надо Воздух добавлять Чтобы понятно было Одна, вторая, третья Может не такой большой Отступа поменьше Поменьше поставить Но отступы тоже не должны Потому что так все орет Вон в YouTube Когда заходим Смотри Аккуратные превьюшки Никто не орет А тут очень крупно было Очень крупно Подписка на что? Где поп-ап? Поп-апа нету Поля для электронной почты нету Или это ссылка на какой-то там подкаст На каком-то сервисе Надо, чтобы было понятно На что именно Куда мы пойдем подписываться То сабскрайб И что сабскрайб? В конце сайта должна быть Какая-то замануха Да, тут в процессе Было две кнопки Но длинная страница В конце должна быть Замануха Например, блок Такого-то сервиса Подписывайся Столько человек уже Слушают Либо вот на таком сервисе Подписывайся Тоже вот на таком сервисе Либо вот на таком сервисе Какая-то замануха И там свои кнопки И перейди Подпишись Перейди Подпишись Лендинг делается для того Чтобы собирать себе подписки И когда вот так вот зашли Посмотрели Ну, вроде интересно А хочу я подписаться Или не хочу Ну, может в следующий раз А если тут будет замануха Иди, подпишись Тогда да Тогда подписки будут А так для третьей работы хорошо Только надо, во-первых, целиться в сетку Зачем тебе сетка Если ты ей не пользуешься Зачем сетка? Вообще ж не пользуешься Либо тогда подбирай другую сетку Что-то вообще в сетку не попало Тут такие отступы А, там отступы я сломал Тут такие отступы Эти отступы я не трогал Везде разные отступы Надо повторять И надо делать в пределах контента И тогда точно все будет хорошо На проводе Наталья Узнала кучу всего полезного И прислала нам свой второй интернет-магазин Клево Отзывы, контакты Это же навигация А тут вообще такие малюсенькие-малюсенькие Еле заметные какие-то текстовки Еще в мертвой зоне Ведь вот это вот самое жирное место И вот так вот мы опу Ушли сразу в популярные Даже вот эти козявки И не заметили Это же контакты Это же отзывы Гораздо важнее, чем какие-то там покупатели Вот эту полоску можно было бы сделать липкой Чтобы она или сразу фиксировалась Или чтобы вылазила, например, когда мы проскроллили уже во второй-третьей экран Или когда мы вверх скроллим, она вылазит Как-нибудь сделать так, чтобы она была на виду Это же навигация по сайту Ты же их нигде не дублируешь А на внутренних вообще нет таких пунктов меню Как так? Это же навигация Нельзя так делать, нет Добавь сюда, например, четвертый пункт меню И вот сюда вот контакты Будет более-менее Или два пункта меню справа Но чтобы это было в навигации Нельзя просто взять и спрятать навигацию Ты должна быть заинтересована, чтобы люди созванивались Писали, заказывали Надо делать контакты, корзину удобными А не прятать Сначала скроллим, потом идем смотреть больше А не наоборот Что-то все шиворот-навыворот О, компоненты есть Не везде, правда А что это тут? Не справилась с компонентом? Не смогла сделать так, чтобы компонент ужимался? Давай покажу Пойдем куда-то сейчас подсматривать Что у нас? Ладно, не будем долго подсматривать Просто заберем Стащим пиксели И все Вот у нас есть мастер Вот у нас есть копия Я на курсе, ребятам, советую уменьшать И все проверять на копии Когда мы видим, что слетело Мы понимаем, что надо настраивать Например, вот этот текст Судя по всему У него здесь уже предусмотрена и вторая, и третья строка А значит мы можем сказать Ты всегда снизу А текст еще и на всю ширину А у картинки отступ снизу и сверху должны быть всегда одинаковые Значит, говорим снизу и сверху всегда одинаковые И вот Можем растягивать картинку, а все остальное снизу Ну красота же Что нужно сделать, то и говорим привязком Вот тебе надо сделать, чтобы сверху и снизу Вот эти вот отступы всегда были одинаковые Тут отступ в 0 пикселей Тут отступ в каких-то там 130 пикселей Вот мы и говорим, сверху вот этот нулевой пиксель всегда должен быть нулевым, и снизу 130 пикселей всегда должны быть с 130 пикселями. Все, вот и настроили, и тут тоже фиолетовый будет, и красота же. Стильно смотрится, классно. Клево расставило все по стандартной 12-колоночной сетке, расставило все классно. Несимметрично, а этот и молодец. Это клево, молодец. А на круг уже, видимо, село. Примеряло, да, признавайся, давай. Нельзя на круги садиться, круги должны быть круглыми, а не околоовальными. А что разный размер? Вон 64 на 64 по фэншуи, а тут что это такое? Сделай уже одного размера, чего так? И ведь это контакты, это способ связи. Чего ты их оставила там? Надо в футер закинуть на все страницы. Вон под логотип закинь и сделай, например, на белых кругляшах и цветные иконки, например, черные. А наводим, и они перекрашивают фирменный цвет социальной сети. Вот сюда куда-нибудь вставить и сделать их поменьше, 40 на 40, чтобы они были, и перекрасить. И тогда они будут на все... Вот, смотри, везде появилось. Круто же, контакты, ребята, не прячьте контакты. Социальные сети убрала. Че ты там еще убрала? Контакты вообще спрятала в первом экране. Это же контакты, способ связи. Не прячь. Пагинация очень похожа на слайдер. Именно вот так отображают слайдер. А ведь это не слайдер. Слайдер это когда контент уже загрузился на страницу, уже все свои обращения, иди сюда, картинка, вторая картинка, третья картинка. Все эти картинки уже на странице, просто какие-то за пределами экрана. И мы их можем подвинуть в пределы экрана. А страничная пагинация, она по-другому работает. Мы загрузили вот эти картинки. Все остальные картинки с каталога, мы к ним даже не обращались. Они где-то там на сайте есть, на сервере лежат. Мы к ним еще не обращались. Когда мы вот сюда нажимаем, вот отсюда не приедет второй слайд. Нет, мы перейдем на другую страницу. Она полностью обновится. Вот эта вот штуковина очень похожа на пагинацию обычного слайдера, который все листает. А мы же переходим на другую страницу, которая будет полностью обновляться. Надо делать пагинацию с цифрками 1, 2, 3, 4, 5 влево-вправо. Чтобы мы могли выбрать, например, там 20-я страница. А как тут? Попробуй выбери. Нет, тут, конечно, с этим непорядок. Что это за корзина? Корзина же должна быть отдельно показана. Стильненько смотрится. Классненько. Вот такие вот закорючки не всем заказчикам нравятся. Иногда они прям сразу психуют, что это за цифры. Давай нормально. Гристальчик сразу спросит, а что делать, когда фоток много? Где стрелочка? Это ж надо все предусматривать. Там запросто может быть в такой теме много фоток. Отзывы. Две строки. Две строки. Серьезно? Про труселя девчонки будут писать две строки? Я прям сомневаюсь. Копируем. О, тикток. Снизу в описании ролика ссылка. Подписывайтесь. Нативная рекламка получилась. Пойдем посмотрим. Две строки. Две строки, говоришь. Да вот, вроде бы две строки, но тут есть такая штучка. Открыть все. Целиком показать весь отзыв. Читать далее. Вон и фотографии, и слева, и справа, и верх ногами, и изнутри, и на себе, и на нем. Столько текста. Столько текста. Две строки. Девчонки про труселя будут две строки писать в отзыве? Я прям сомневаюсь. Тут отзывы будут длиннющие. Тут очень, очень много будет текста. Очень. И это надо все предусматривать. Ведь этот текст надо будет как-то в спойлер загонять. Ведь сразу все не вывалишь, а показывать в спойлере. Вот как здесь. Показали чуть-чуть. Можешь целиком изучить. Тут такая же история. Это у мужиков там про носки можно два-три слова написать. Ношу две недели. Нормально. А че это? А че это? Че это такой большой крестик? А че такой маленький плюсик? Ты, дизайнер, должна быть заинтересована в том, чтобы у заказчика продавались товары. А ты ему делаешь акцент на том, чтобы люди удаляли все из этой корзины. Смотри, какой большой, классный, сочный, интересный, вкусный крестик. Хочется прям нажать его. А вот этот плюсик, как в него попасть? Ты должна заинтересована быть, чтобы заказчик к тебе возвращался, а не рассказывал потом в интернете, как он потратил кучу денег, а ничего не продается или покупает по одной штучке. Нет, надо делать плюсик акцентным. Надо делать так, чтобы добавить товары и купить больше товаров было проще, чем это все дело удалить. Акценты совсем шиворот на выворот. Конечно же. У меня есть промокод. Отлично. Но при чем тут выпадающий список? Когда галочка справа, это выпадающий список. Вот мы нажимаем, как в сортировке у тебя. Где? Вот мы нажимаем, появляется выпадающий список. А если ты хочешь развернуть, например, мы нажимаем, и там выезжает какая-то форма, то это надо показать. Что вот, разворачивает. Справа выпадающий список, слева это спойлер. Надо запомнить. И не путать. Акцент очень слабый. Вот этот от этого практически не отличается. Смотри. Оп. Уже появляется акцент. Вот теперь контраст стал сильнее. А когда контраст слабенький, это плохой контраст. И что-то труселя так сложно купить. Столько полей надо заполнять. Как будто кредит берем. Это же просто труселя. Выглядит очень сложно. Очень большая, объемная, длинная форма из трех шагов. Я прям не знал, что девчонкам так сложно купить труселя. А так стильно смотрится. Стильненький сайт. Класс. Дозвонилась до нас Надежда. Работает дизом около трех лет, но кажется нет развития. А где? Где? Где компоненты? Кто тебя так наказал? Три года без компонентов? Что ты натворила? Кто тебя так наказал? Работать в фигме три года без компонентов. Батюшки. Так, это лендинг или многостраничный сайт? Там что-то есть, но судя по всему это относится к этим же страницам. Тут пусто. Это же вот навигация. Прямо на чердаке. Открываем сайт, и мы бы сразу могли увидеть, что в принципе на этой странице есть, например, калькулятор. Какие-то там тарифы, какие-то там отзывы. Нажали на калькулятор, нас проскроллило. Нажали на тариф, и нас куда-то там дальше кинуло. А тут пусто. Надо использовать это место, ведь это будет удобнее, когда есть навигация под рукой. Ведь мы сразу сайт открыли, и можем куда-то там проскроллить. Будет удобно. Чекбоксы лучше заливать цветом, чтобы они были классные, яркие, заметные, а не какие-то вялые вафли. Я бы, наверное, выранил все-таки по нижней строке. И вот это я бы поднял все. Вот по нижней строке я бы выравнивал. Может быть, вот это чуть опустил. Вот, и визуально было бы поприятнее. А тут что-то неровно. Две кнопки, непонятно, что нажимать. Вот это и вот это. Куда нажимать? Тут инвестировать, там инвестиции. Тут непонятно, сколько инвестировать. Там полтора миллиона. Вот это выглядит привлекательнее. Что надо нажимать? Нельзя так делать. Это, во-первых. Во-вторых, на кнопке должен быть глагол. Инвестировать. Понятный, хороший призыв к действию. А вот это вот что такое? Это вообще кнопка или это просто какая-то текстовка? Что это такое? Нельзя делать так, чтобы кнопки спорились не кнопками. Инвестировать, инвестировать, инвестировать. Калькулятор. Отправить заявку. Когда есть разные кнопки, это хорошо. А когда одно и то же еще и в каждом блоке подряд, это начинает надоедать. Как будто бы тебе что-то впаривают. А тут такая тема, что надо с этим аккуратно, чтобы не распугать народ. Я бы поменял какие-нибудь другие синонимы, вставил другие глаголы, другие призывы к действию, которые будут делать то же самое, отправлять на ту страницу, открывать тот же попа, будут делать все то же самое, но выглядеть по-разному. И тогда какой-то из этих призывов сработает. Я че это? Вот так вот никак, да? Ни в какую. У тебя ж там рубли были. Вон, тут же ты не стесняешься. А чего тут стесняешься? Тысяч рублей. Оно выглядит как-то, ну, 300. Вот, вот, 300. Вот это вот тоже выглядит серьезно. Который инвестировать начинается... А, тут наоборот надо было снизить градус, да, чтобы человек не испугался. Тогда забирай. Тогда, да, тогда ты и права, тыщ. Тогда, да. Тогда, чтобы человек не испугался, нормально. Стандартный аккуратный макетик. Я тебе советую просто больше насматриваться. А то ощущение, что ты где-то работаешь в офисе, и просто выполняешь то, что они там дают. То есть ты пришла, тебе дали задачу, ты сделала, отдала, ушла, пришла, и вот так вот три года. И тебе даже никто не сказал, что там компоненты есть, там кнопочка есть, нажимай. А ты как будто бы сама не поинтересовалась. И в плане дизайна тоже. Ты смотри, смотри всякие лендбуки, например. Открывай сайты, например, с лендингами, лендбуки. Посмотри, кто как, что сейчас делает. Открывай лучшие подборку тильды. Лучшие примеры сайтов на тильде. Тоже посмотришь, что сейчас актуально. Как кто делает формы, как кто выделяет какие-то преимущества, кто как ставит какие-то формы сверху, снизу, кто как оформляет карточки. Ты видишь, кто-то так делает, кто-то так, кто-то вот так. Нужно больше смотреть, потому что изначально у всех в голове пусто. Ну вот мы начали заниматься веб-дизайном. У нас там нет информации, как, что нужно делать. И надо смотреть, нужно всякие картинки себе в голову вгонять. А когда просто делаешь, 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 делаешь то, что просят, тогда, конечно, можно за три года упереться в потолок и не понимать, куда развиваться. Больше смотри, просто лазь по сайтам, в лучших подборах, лучших сайтов, на Behunt заходи. Но здесь выбирай с высшими оценками, не просто зайди на Behance, потому что там такого загружают. Выбирай высшие оценки, можешь выбрать за эту неделю, за месяц, например, что-то актуальное будет, и посмотри, кто что делает. Судя по всему, кнопки нажимать умеешь, правда, мажешь мимо компонентов, надо целиться в компоненты и смотреть, кто что делает. И начинать компонентить. Пора бы за три года уже компоненты изучить. Ну, это же генератор твоего свободного времени. Не кому-то там, а тебе свободное время на вечер. Дальше Владислав прислал лендинг по грузоперевозкам. Мне очень нравится блок с водителями. И форма. А где форма? Кнопка есть, а форма где? Так, не нравится, что удалил форму. А компоненты где? Где компоненты? Что происходит? Вторая работа подряд ни одного фиолетового пикселя? Астрологи объявили неделю без компонентов? Я смотрел прогноз погоды, там не было такого. Ну, нету. Вы с Надеждой вместе работаете. Все понятно. Мы раскусили, куда делся фиолетовый цвет. Понятно. И сетки нет. Оно и видно, что сетки нет. Чего оно не попало? Так ты начинаешь с конца колонки. Представим, что тут когда-то там была какая-то там сетка. Судя по всему, какая-то там вот такая. Вот. Так ты же начинаешь с конца колонки. А начинать надо с начала колонки, а не с конца колонки. Всегда, ребята, начинайте с начала колонки. Ставьте по колонке. Вот этот элемент теперь занимает там 2 или 3 колонки. А вот сейчас элемент занимает 2 или 3 колонки или еще чуть-чуть. Вот этот огрызочек. Недовольного верстальчика. Вот это сюда лучше сделать. О, смотри. Клево же. Взгляду приятно, когда есть какое-то выравнивание. Так, не нравятся тебе драйверсы, потому что блок суперстандартный. Вот просто суперстандартно расположенный блок. Пойдем посмотрим. Куда это надо? Нет, не сюда. О. Вот, команда. Смотри, как можно было сделать. Вот так кто-то сделал. Кто-то сделал нестандартные, разные высоты карточки. Кто-то вот так сделал. Кто-то вот так сделал. Да, вроде бы шаблонное расположение, но где-то покрутили, где-то цвет изменили, где-то оттенок не тот. И вот уже смотреть интересней. Но у тебя там тема вроде бы серьезная, поэтому такое мультяшное не подойдет. О, смотри. Видишь, как сделали? Или вот. Или вот. Или вот. Тебе не нравится, потому что у тебя супер шаблонно. Просто вот супер шаблонно. Сделай что-нибудь не шаблонное. Вот смотри, в виде лапы Смотри, как классно, про питомцев сделали в виде лапы Это ж вообще офигенная идея Круто, с формой связи, а где твоя форма связи? Так ее же тут нету, есть кнопка, а где форма? Где форма, что это? Карга, что-то улетела галочка Это выбор какой-то, типа выбрать надо Это форма? Это прям сюда надо телефон везти Интересно, кто-нибудь догадался бы вообще, что вот сюда Надо прям нажать и напечатать телефон Это оказывается форма? Мне кажется, я что-то не понимаю, но форма должна быть Как минимум с полями, чтобы было видно Что вот сюда печатай, вот сюда ставь курсор Вот же форма, тебе она не нравится, потому что у тебя там все развалилось Непонятно, куда печатать, куда курсор ставить, где нажимать Должно же быть поле, а не просто текст Ты попробуй еще догадайся, что там это надо нажать Конечно, смотри, никто так не делает Самое понятное поле, это когда граница целиком Чуть менее понятная, но более современная форма Это вот когда есть одна нижняя граница А ты тут накладывал на 12 непонятных форм из 10 Это прям тебе понятно, почему не нравится Потому что на форму не похоже И делай, у тебя панорамные фотки, а что они такие маленькие Сделай панорамные, вон там туда увидел В эту сюда увидел Фотки ж классные, сочные Сделай что-нибудь панорамное Сделай где-нибудь нестандартное, например Не от края до края Не по ширине сетки, например Вот так расположи контент Фотку, а сбоку небольшую текстовку Вот смотри, сразу блок стал интереснее смотреться Не просто вот такими кубиками, а сразу какой-то интересный блок Хотя сетка та же самая Просто расположили чуть-чуть нестандартно Вот это прям, ну вот кубик текста, кубик текста Прямоугольник, квадрат текста Квадрат, квадрат, прямоугольник, прямоугольник Поэтому тебе и не нравится Попробуй добавить небольшого такого дизайнерского Пиздец И сразу станет хорошо Если фотки панорамные, классные С такими крутыми, большими махинами То, конечно, делай большие фотки Большущие фотки делай И форма должна быть понятна Что это форма Если бы ты не написал, я бы даже не понял, что это форма Не, не, надо форму делать формой Сто процентов Наталья нам прислала привет И работу для портфолио Одну из первых работ А что такая бледненькая А что такая незагоревшая страничка Как тебя сделать Нормальной, сочной Это же космос Космос Темный, черный Фиолетовый Сочный Интересный Не такой бледный какой-то Воу, смотри какой космос Сочный Классный Интересный А не бледный Где вот эти бледные Их нет Нет бледных картинок Нет Космос должен быть сочным Красивым Не вот таким вот бледным Каким-то грязным Нет Да, у тебя там где-то серый Но ты не знаешь, что надо серым Нет А белый Как без белого Как без белого Во, смотри Белый на черном Как хорошо видно Какие-то блоки Не обязательно делать всю страницу черную Но какие-то блоки Например, с заманухой с промо Можно было сделать черный Каталог сделать на белом фоне А потом еще какие-нибудь отзывы на черном Или наоборот Каталог сделать на черном фоне Должен быть контраст Даже если ты решила сделать какие-то постельные тона Такие иногда делают Постельные Такие бледненькие Но они постельные А у тебя прям какая-то такая Блеклость Прям блеклость Никчемность этого космоса Вот смотри Какой чистый фон Классный фон И вот контраст 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 Это залог успеха У тебя такая тема Сочные фоточки надо было И ты продаешь какие-то маленькие фигурки С такими огромными Белыми Пустыми Скучными Отступами Ведь ты продаешь не отступы Ты продаешь фигурки Сделай их побои Маск Что случилось Представим что показалось А так в чужой автоваяут Нельзя вставать Тяжко разобраться Картинки надо делать больше У тебя там маленькие фигурки Так сделай их покрупнее Вообще с не видно Что ты там продаешь И фон этот серый на сером Смотри как он мешает Сделай черный Или белый Или черный Или белый А что это разлетелось Все Это же цена относится Сделать тут автоваяут Надо настроить его Надо сделать поменьше Уступ Это же цена Цена относится к ценению К сердечку Что у тебя все разлетелось Да фигурки надо делать побольше И их нельзя плющить Нельзя Так же как и круги Нельзя садиться на круги Смотри Вон А на нее кто-то сел Нет Отлетело куда Отвалилось Вон же у тебя форма Значит кнопка должна быть Внутри формы Что она отлетела У тебя ярко выраженная форма А кнопка отвалилась Делай там Закругление надо повторять Если уже делаешь Тут с трех сторон Тут с одной стороны Тут с двух сторон Что за ярмарка закруглений Непонятно Непонятно Плюсик маленький Ты должна быть заинтересована Чтобы люди добавляли в корзину Погоди А куда делся твой маленький плюсик Погоди Погоди Что случилось Два разных дизайнера делали Или что Смотри Размеры разные Плюсы разные Контур есть Контура нету Все разное Если ты что-то где-то сделал Возьми это и используй Не делай заново То что ты уже сделала Крошек не хватает Наш крошки Как вот вернуться в каталог Как проскроллить следующие фотографии Где стрелочка Сразу вопрос прилетит Сразу же Вот Только отправляешь макет Уже можешь идти дверь открывать Потому что вопрос прилетел Да и бледный фон Во-первых этот фон и бледный И мешает Даже если мы просто уберем фон Будет чище и аккуратнее Фон просто мешает Отступы очень большие Очень большие Ты же не отступы продаешь Ты дизайнер контента Ты оформляешь контент А не отступы Ты же не пустоты продаешь Заказчику Чтобы он потом продавал Свои пустоты Нет Смотри какие картинки Пойдем зайдем на Behance И наберем Веб-сайт Космос Смотри какие сочные картинки Смотри какие сочные Смотри Смотри какие сочные картинки Нет вот этой блеклости Смотри темный фон Потому что космос, понятно. Вот яркие кнопочки, какие-то яркие акценты, страница темная, а не бледная. Тут еще шрифт очень клево зашел. Космос не может быть бледным, он может быть далеким, но не бледным. Нет, точно не бледным, точно. Дальше Игорь нам прислал Windows, сверстанный на тильде. И контент ему наш нравится, классная ссылка, я сейчас посмотрю. О, это что же космос? Вот, ребята, смотрите, какие классные, сочные цвета. Синий какой, зеленый какой, контраст какой, беленький, чистый. Не вот этот вот, недосерый, а вот, классно. Ну супер, совсем другое дело. Вот совсем другое впечатление, когда цвета чистые. Непонятно, надо ли вот здесь вот так делать, или может быть обрезать все это дело? Полупрозрачное. Что, мы его звали сюда? Ну вот, пойдем смотреть. Еще и крутится что-то, так ты в тильду умеешь? Ну класс. Кругляшей много. Вот эти кругляши, они в какой-то момент начинают подбешивать. Потому что они кругляши, они опасные ребята. Нет такого круга, который мы потом заметили, или потом случайно обнаружили. Нет, ребята, круги сразу тянут одеяло, сразу. А тут много этих кругляшей. Тут вообще какая-то ветрянка, очень много этих кругляшей. Они отвлекают внимание. Пытаешься рассмотреть, а тут хочется порассматривать. Потому что много интересных деталей, которые хочется смотреть. Это ты молодец. Но вот эти бородавки, они мешают. Да, мешают. Их бы заменить на какие-нибудь четырехконечные звезды, где-нибудь. Или сделать полупрозрачнее, или может количество уменьшить, составить там по две, по три. Или может сделать две какие-нибудь еле-еле вот так вот крутиться. Не так вот трезво, как у тебя, а еле-еле. И тогда будет классно. И с разной скоростью сделать просто на каждой линии по одной, где-то побольше, где-то поменьше. И по-разному закрутить. Не так, что мы анимируем два круга и потом восемь раз копируем. Нет. А везде заанимировать по-разному. И тогда не так сильно они будут мешать. Сто процентов. Или заменить на четырехконечные звезды. Вон же у тебя есть такие четырехконечные звезды. Вернее, элементы, которые очень на них похожи. И все это дело подружил бы. А так, конечно, да, очень много кругляшей. А форма не реагирует на курсор. Вот же, смотри. Печатаем сразу. И фокус есть. И цвет подсвечивается. А у тебя, что, во-первых, печатаем каким-то таким цветом подсказки. Во-вторых, где фокус? Можно было или беленьким подсвечивать, или контур делать толще, или делать его насыщеннее. Но как-то дать понять, что вот здесь вот мы печатаем. Да, мы не дурачки, мы видим, но это же правило хорошего тона в формах. Подсвечивать, это же состояние фокуса. Ты же ховеры делаешь? Так а почему ты форму обделил, кнопки нарядил в ховеры, а тут надо за этим следить? А так классная работа, молодец. Цвета классные вообще. Супер. Еще и в тильду умеешь. Огонь. Дозвонилась до нас Светлана. Смотрит, учится. Класс. Это классно. Какое-то все большое. Большое. Ссылки какие-то очень большие. 24 пункта, это подзаголовок. Это же просто ссылки, просто небольшие ссылки. Вот, смотри. Сазон, смотри, какие компактные ссылочки. Не надо так орать. Зачем так орать? У тебя вот поиск сплющился. Вот поиск бы сделать чуть посвободней, а ссылки наоборот сделать поменьше. Купить. Что купить? Хедер купить? В хедере можно оставить заявку, войти в личный кабинет. Но купить хедер? Судя по всему, да, мы можем купить какое-то конкретное пойло. А что там в хедере? Тут же не наливают? Тут вот в самом жирном месте приходится шею ломать. Зачем? Вот же, прекрасно читается. Зачем делать сайт менее удобным? Зачем заставлять людей, еще не купив пиво, уже наклоняться? Зачем? Должно же быть еще описание какой-то кнопкой, перейти в каталог, выбрать пивасик. Где призыв к действию? Это же самое жирное место. Смотри, как много места. Ни с чем. Зачем ты оформляешь пустоту? И надо ли вот этот развод на заднем плане? Смотри, у тебя вообще тут все посливалось. Если уже хочешь оставить такое, то можно сделать контрастненько. Сделать на белом фоне. На белом фоне. Товар появился. Сейчас у тебя товар просто не видно. У тебя товар спрятался. Он не хочет, чтобы его купили. А надо, чтобы он хотел попасть в нашу корзинку. Если фон какой-то вот такой непонятный, тогда карточки надо делать контрастными. Или вот такие у тебя какие-то есть фоны. Так, конечно, тоже контрастно. Но невкусное будет пиво со вкусом детской неожиданности. Прям вообще невкусное. Вот это надо будет все проявить. А что у тебя такой перепад настроения? Крупно. Очень крупно. Мелко-мелко-мелко. Опять крупно. Опять крупно. Это же какие-то там рецепты. И у тебя название рецепта даже крупнее, чем заголовок блока. Три рецепта запросто бы поместилось. Надо делать компактней. Какой твой крафт? И где призыв к действию? Какой-то футер, не футер? Вроде начиналось как интернет-магазин, в котором есть и каталог, и какие-то страницы рецептов. И корзина даже есть. И может даже личный кабинет. Был бы бы. Но всего этого нет. И судя по всему, даже в футер ничего конкретного не завезли. Вот, пойдем посмотрим. Ссылки интернет-магазина. Вот интернет-магазин. Вот интернет-магазин. Блин, ссылки, перелинковка между страницами, чтобы можно было в категорию попасть. Контакты должны быть в интернет-магазине. Можно же как-то по телефону бутылку себе заказать. А где твое все? Где оно все? Вот это вот по почте пиво заказывать? Хе-хе. Очень много длинного текста. Очень нельзя так писать от края до края. Надо делать колонку поменьше. Какие-то там дополнительные текстовки. Тогда текст поменьше. 32 это даже не подзаголовок, а самый настоящий заголовок. А приписки можно сделать поменьше. 70-17, например. А вот это сделать с каким-нибудь 20-м. Вот. А сами подзаголовки, конечно же, надо делать покрупнее. Твоя типографика на тебя, конечно, очень сильно обиделась. Ушла пустые строки, подзаголовки, какие-то таблички какие-то просто в одну строку. Ты просто где-то скопировала текст и его сюда вставила. Я сделала страницу, я молодец. Ну, не совсем так это работает. Не совсем. Тексты надо оформлять. На списки делить, подзаголовки выносить. Как-то столбиками оформлять. Не писать от края до края. Делать какие-то карточки, таблички. А не просто вставлять стену текста вообще без какого-либо форматирования. Потому что заказчик такое не одобрит. Заодно и автолойяут можно прокачать. Это все, конечно же, надо делить. Вот. И ингредиенты. Да, это какой-то подзаголовок не блока. Потому что тут есть два маленьких блока. Даже три. А это подзаголовок большого блока. Значит, он должен быть большим. Каким-нибудь 32-м. А так как мужицкая, брутальная тема, значит, можно и покрупнее сделать. Вон, жирный у тебя. Потом идет подзаголовок маленького блока. Его можно тоже делать без двоеточия. В русском языке даже не обязательно. Значит, и в вебе не надо. Потом делаем текстовки. Да, конечно, это вообще надо оформлять таблицу. Но представим, что это просто текстовка. Еще и поломанная текстовка. Выбираем оба. Нажимаем Shift A. Если это 20-го размера, значит, тут должно быть покрупнее. 28, например. Чтобы видно было подзаголовок. Выбираем 1 и 2 и говорим, вы должны растягиваться. Потому что мы это дело потом будем адаптивить. По ширине растягиваться, а по высоте подтягиваться. Значит, по высоте выбираем подтягивайся. Расстояние огромное. Делаем поменьше. 20. Все, у нас есть блочок уже с настроенным автолойяутом. Потом идет точно такой же текст. Делаем копию через зажатый Alt. Выбираем 1 и 2 и нажимаем снова Shift A. Проваливаемся через Enter внутрь и говорим снова, вы должны растягиваться на всю ширину. Растягиваться. А подтягивание уже автоматом стоит. Все, работает. Теперь выбираем. Заменяем. Выбираем. Заменяем. У тебя уже появляются какие-то блоки. Расстояние между ними тоже можно сделать поменьше. Может еще меньше. Потом еще какие-то там дрожжи идут. Дрожжи это что? Это точно такой же блочок. Нажимаем Ctrl D. Пишем тут дрожжи. Забираем текстовки. Которые были бы когда-то там табличками. Все, адаптивы готовы. Теперь надо все это дело объединить с главным заголовком этого блока. Нажимаем Shift A. Говорим заголовку, ты должен растягиваться. Вот видишь, он обрубочек. А он должен растягиваться по ширине контейнера. Значит говорим, растягивайся пожалуйста. И у этого контейнера внутри мы там все настроили, но сам контейнер, когда объединялись с заголовком, не настраивали. Говорим, тоже растягивайся. Все, мы настроили целый блок. Целый блок. Смотри, все сдвигается, все адаптивится. Красота. А потом у тебя идут какие-то там примеры, какие-то параметры затирания. Это заголовок блока. Вставляем. Потом чего? Метод затирания. Это вот уже подзаголовочек. Это вот сюда. Без двоеточия. Забираем текстовки. Вставляем. Потом забираем параметры варки. Вставляем. Параметры. Карбонизацию. Забираем. Текстовки тоже забрали. Вставили. И вот у тебя один блочок, второй блочок. И они оба адаптивные. И можно их еще заадаптивить через общий автолайяут. Выбираем оба. Нажимаем shift-a. Через enter проваливаемся внутрь, чтобы выбрать эти оба блока. И говорим, что внутри нового контейнера, который только что создали, вы должны растягиваться, потому что мы это будем адаптивить. Все. Смотрите. Все. И примерно вот в этот момент, где-то там обидевшаяся на тебя типографика начинает посматривать в твою сторону, делая глазами «Да ладно!» Значит, самое время идти с ней и мириться. Нельзя обижать типографику, а то уйдет с концами. И что тогда делать? А теперь самое время для нативной интеграции. Тряпочки. Потому что Кирилл нам прислал работу с большим слоем пыли. Вот в чем прикол смотреть работу, которую когда-то там давно ты делал. Вот кому интересно, тебе самому интересно, что когда-то там давно ты делал кривые отступы. Вот кому это интересно? Не в того. Я вот не настроен. Надо же отступы делать одинаковые. Вот кому интересно, что когда-то там давно ты делал вот такое все крупное. С такими конскими какими-то штуковинами, которые вылазят и пугают тебя. Ты перепад настроений. Такое все огромное. Потом вроде и ничего, только сосискообразные кнопки. Отступов нет. Надо же блоки раздвигать, чтобы было понятно. Один блок закончился. Начался второй, в котором опять все огромное, все на тебя орут. Огромное. Там тоже что-то не пойми как. Вот. Вот, кстати, футер более-менее. Вот футер более-менее. Представляете работы, которые вы делаете сейчас. Ну в чем прикол смотреть, что вы когда-то там делали. Вам самим это не должно быть интересно. Вам должно быть интересно, какой у вас уровень сейчас, когда там два года назад. У всех же есть вот этот ящик, открыли, о, не стыдно, и закрыли его обратно на замочек. Надо же стараться развиваться, а не вспоминать, как было все не очень. Присылайте работу и актуально. Вот тут более-менее по размерам. Синий-фиолетовый цвет вот этот приятный. Вот такие вкладки, конечно же, миллион лет никто не делает. Поиск по сайту без кнопочки. Дивайдеры можно было сделать и потоньше, чтобы они были не такими заметными, чтобы они дополняли, а не мешали. Да, ребят, присылайте что-то посмотреть, так присылайте что-то актуально, а не то, что там состарилось на миллион лет. Чтобы и ребятам, которые смотрят, тоже было интересно. Делай новую работу и присылай. А это в ящичек. У всех такой ящик есть. У всех. Лена нам присылает работу, которую хочет использовать в портфолио. Давайте смотреть. Студия красоты. Программа для двоих, экзотические уходы за телом, галька ароматная. А где это все? Где это все? Тетя лежит дома в очках, балдеет. А где все для двоих? Где второй? Или он фотографирует? Понятно. Наши адреса. Обманщики какие-то. Адрес-то один. Тогда бы можно было написать, посмотреть адрес. И тут два кликабельных элемента, ведь телефоны тоже делают кликабельными, особенно на девайсах, они же потом будут адаптивиться. А там нажал на телефон, пошел гудок. Можно было сделать уже и в одну строку, а тут налепило, а очень много свободного места. Так-то смотри, как воздушненько, а тут два кликабельных элемента, налепило и контакты, и наши адреса. Это же одно и то же ведет на одну и ту же страницу. Это же не какой-то там обратный звонок, который вызывает поп-ап, это по большому счету две ссылки, и вот этого в принципе можно было и не оставлять. А если адрес вообще один, то адрес в принципе можно было бы здесь написать где-нибудь, и тогда не надо уходить куда-то, чтобы посмотреть этот адрес. Вот менюху поставили как-то, вот студия красоты, вот здесь номер телефона, уголки уравновешены, и не надо будет никуда уходить. Описание как будто бы не хватает, или цен не хватает. Услуги. Где услуги непонятно, что с услугами делать непонятно. Косметический кабинет. А что кабинет? Сколько стоит, сколько по времени длится? Молодец. Ты дышь, дай петулю. Мастер поставил это там где надо, это ты, молодец. Во, смотри, вот эти вот карточки, они более информативные, и время есть, и цена есть, и кнопуля есть. А тут что? Про колышей? И что? И что? Как? Куда колоть? Вот наводим, кликаем. А дальше что? Куда нас отсылают? Надо стараться контент делать более информативным, а не раскидывать вопросы, потому что ответов-то нету. Длинновато все. Вот такие вот длинные штуки лучше не делать. Лучше не делать, лучше делать покороче вот эти текстовки. А как ты собралась адаптивить без автолейута? Чего ты не настраиваешь автолейут? А как ты собираешься адаптивить? Ну вот, автолейут же. Страниц нет. Если будешь делать для портфолио, то нужно будет делать другие внутренние, чтобы было понятно, чтобы вы не остановились на главной странице и заказчик от тебя не убежал. Чтобы было продолжение работы, и что ты выполнила проект целиком. Если уже ставишь по центру, ставь все по центру, чего оно у тебя как-то куда-то завалилось. Фотогалерею лучше делать более квадратную, потому что у студии красоты, у всяких фотографов, студии, агентств, у них есть инстаграм, который квадратный. Тут же тоже есть инстаграм, так вот, отличное место, чтобы инстаграм указать крупно, подписывайтесь на наш инстаграм, а не прятать куда-то там маленькие, маленькую незаметную кнопулю. Прям по сетке. Вот тебе вообще фиолетово, что будет вот так и что будет вот так. Ну, с метра, когда мы смотрим на монитор, нам вообще фиолетово. Вот эти вот 15-13 пикселей туда-сюда нам вообще фиолетово. Но для верстальщика гораздо удобнее, когда контент начинается колонкой и заканчивается колонкой. Ведь это версталь удобнее. Гемора меньше, не надо какие-то там дополнительные отступы городить. И чтобы все карточки начинались, заканчивались. Начинались и заканчивались. Вот. Вот такие небольшие недолеты до столбиков генерят очень много раздражения у верстальщиков. Такие вот малюсенькие отступы, вот только генерят раздражения. Поэтому лучше поставить. Если у тебя там идея какая-то была, что тут вот должно быть расстояние какое-то там 300-400 пикселей, ну тогда хоть есть какое-то оправдание. Потому что отступ большой, но когда там чуть-чуть не долетело, так это чуть-чуть можно было бы оправдать в каком-нибудь мобильном приложении. Потому что мы к носу поднесли и там каждый пиксель на счету. А тут у нас метр до телевизора. Сделай уже от начала колонки. Фоточку. Ну поставь ты начало колонки. Вон же у тебя фотка будет на 7 колонок. Старайся целиться в сетку. А так макетик хороший, аккуратный. Делай остальные страницы и тогда можно будет добавить в портфолио. Дальше Жене очень хочется получить фидбэк. Очень хотелось бы получить фидбэк. Прям два фидбэка надо записать? Или что? Размер маленький. Ну в смысле все крупное, но размер фрейма маленький. Где продолжение? 1920. Ну стандарт. Надо думать о людях в интернете. У них же есть мониторы. Не все же работают на ноутбуке, как ты. Кто-то мучается на большом мониторе. И как-то очень много текста. Это лендинг. Судя по всему есть кнопка купить. Значит уже что-то продаем. Значит это намек на продающий сайт. Но выглядит это все как будто это статья на википедии. Очень много текста. Пойдем посмотрим какой-нибудь пример. Вот например зашли на xiaomi. Тут у них есть какие-то браслеты. Смотри текста немного. Большая фотка. Мы же продаем. Значит надо делать фотографии сочными. А что у тебя вообще с фотографиями? Судя по всему есть фотография в хорошем качестве. Нажимаем, смотрим. Да, фоткашь вон в каком качестве. Смотри, какая фотография. Значит с фотками проблем у тебя нет. Делай поменьше текстовки, побольше товар, чтобы его хотелось купить, а не прочитать о нем какую-то статью. Вон какие большие фотографии. Очень большие. Очень-очень много текста. Очень-очень много текста. Очень-много текста. очень-очень много текста тем более у тебя тут про воздух а все зажато какими-то вот такими темными фонами которые съедают все пространство просто на белом или можешь не делать белое сделать вот такой какой-то приглашенный только не такой темный посветлее чтобы было поинтереснее но при этом никто никуда никого не довел как жаль что не настроен автого я вот сейчас мы ребята быстренько настроим автого я вот нажимаем shift а нажимаем shift а потом говорим вы растягиваете а вы подтягиваете автого я вот автого я вот автого я вот вы растягиваетесь вы текстовки растягиваетесь подтягиваетесь а вы линия только растягиваетесь фиксированной ширины ну вот настроили автого я вот теперь надо с отступами разобраться сделать это побольше вот это можно сделать память 20 крупного то когда у нас небольшая колонка надо сделать по компактнее да и в принципе вот эти Подзаголовки можно сделать поменьше, 20, вот, аккуратный Потом запускаем типограф, он нам наводит порядок Можно ставить какую-нибудь кнопку, оставить заявку, посмотреть, перейти в каталог Или если ты захотел это сделать с этой стороны, делаем с этой стороны Где там кнопка? Оставляем тут какую-нибудь классную заметную кнопку Вот этот твой синий не подходит к синему, который на фотографиях У тебя же там совершенно другой синий, можно было бы все это дело подружить Вон же какой у тебя там синий должен быть Приблизительно вот такой, теперь этот синий, можно даже сделать потолще Будет пересекаться вот с этими, все, теперь у нас самая главная фотография Аккуратные текстовки, и на нас никто не давит Никто не давит, можно даже увезти куда-нибудь туда Здесь оставить кнопку, потом начинать следующий блок Очистка воздуха и воды А, там вода, поэтому все синее такое Ну можно где-нибудь контрастные блоки сделать, но начать все-таки со свежего воздуха А не сразу заходить в комнату, когда оттуда вышли двухнедельные носки Надо сначала проветрить Значит начинаем что-то свеженького, а потом начинаем вот такие блоки делать, контрастными Здесь мы что делаем? Делаем автоваяут, купить это все-таки Кнопку можно зафиксировать, сделать ее какой-нибудь липкой Вот, например, тут оставить кнопку 24 очень крупно И раз мы делаем медиум монету Ну ладно Вот аккуратно и где-то там какой-то уголок поддержали У тебя получилась какая-то Википедия Очень-очень много текста Очень длинная страница с большим текстом А че это тут? Во Так что старайся делать лендинг А не страницу Википедии Читать никто не любит Смотреть картинки и лопать информацию глазами Это да Так что делай красивый, воздушный, аккуратный И не надо такой крупный текст в таком маленьком пространстве У тебя же здесь про воздух Вот и оформляй с воздухом Дальше нам Игорь пишет, что ждет с нетерпением начала курса Так все, уже завтра первый стрим Сделал работу под тильду Клевенько Так, с чем поработать? Во-первых, с отступами Вот тут что-то прям вообще какая-то беда Ну а че, либо мы ставим в угол и делаем одинаковые отступы Мастер есть, классно Вот, делаем автолаяут Говорили мне, не вступай Говорили мне, не вступай в чужой автолаяут Либо мы делаем одинаковые отступы Либо снизу можно сделать чуть-чуть, побольше чуть-чуть Но между текстовками должно быть меньше, чем до края Потому что текст относится к тексту в первую очередь Это внутреннее расстояние между ними Значит между ними должно быть расстояние меньше А где автолаяут? А автолаяута нету, поэтому просто А где автолаяут? А тут общий автолаяут Значит делаем автолаяут у них там свой И делаем поменьше А отступы, наверное, слишком большие Вот, и теперь одинаковые со всех сторон классные отступы Ну теперь прям вообще хорошо Прям клево А где кнопка? Ты начинаешь рассказывать про преимущества И давай, не стесняйся Ставь кнопку, форму, призыв к действию А теперь заказывай себе А то что это? Узнать подробнее? Ну хорошо, там мы можем узнать подробнее про какой-то один А тут мы можем оставить заявку Давайте созвонимся, поможем выбрать Не стесняйтесь, звоните, оставляйте заявки Большой блок по высоте, он не помещается Тут же еще будет меню браузера Снизу там тоже будет полоска Можно было сделать вот это покомпактнее У тебя в мастере один общий автолойяут, который соединяет все остальные элементы Такая себе история, потому что где-то же надо элементы сдвигать поближе, а где-то раздвигать Например, в характеристиках можно сделать строки поменьше Потому что расстояние внутри характеристик это их какие-то там характеристиковые терки Они к заголовку пока еще никакого отношения не имеют Иначе здесь можно сделать свой собственный автолаяут, где расстояние будет поменьше Потому что это табличка Потому что это блок с информацией А вот целиком весь блок, вот он уже относится к заголовку Здесь расстояние должно быть больше, чем внутри И вот уже сделали покомпактнее Там сверху не обязательно делать такой большой отступ Прям вообще супер не обязательно А тут у тебя в принципе можно все это дело перенести Зачем делать карточку по высоте, если все помещается сюда Пододвигаем все сюда Смотри, сколько места сэкономили Если тебя в детстве баловали пикселями Это не значит, что все люди любят, когда у них в экране ничего не помещается Надо заботиться о других Можно было уже показать в одну строку где-то текст А где-то наоборот, в три строки Почему? Вот смещается вниз фотография Погоди, это мы не настроили Вот это Убираем одну строку Во, вот она должна все выше подтягивать Вот, все подпрыгнуло А вот эта нижняя часть, она должна остаться на одном уровне Гораздо лучше будут смотреться, если они будут в одну линию Они будут ступенькой А значит, если мы позвоним Шерваку Холмсу, он скажет Дорогой Ватсон, надо делать разные автоваяуты А не стараться все бомбить через один Потому что где-то надо будет сделать разные отступы Тут вот закругление, тут конечно колючки Надо было бы подружить Или закругляем, или закругляем, или делаем все острое Разлетелось все Разлетелось, что надо разлетелось? Надо форму сделать Через компонент, конечно же У тебя два раза одно и то же И там где-нибудь было бы еще Тоже надо делать одинаковые Формы, они должны разлетаться Остались вопросы Давайте созвонимся Давайте Созвонимся Поможем С выбором Надо вселять надежду, что после звонка проблему решили А не перелистывать новую главу Незнайки на луне Там адаптивы Макет хороший Молодец Хвалю Если было полезно, поддержите Вам не жалко, а мне приятно А сами знаете И не жадничайте на комментарии Поддержите своей активностью Скоро увидимся, услышимся Пока Я бы вот эти штуки делал кликабельными Чтобы Я бы вот эти штуки делал кликабельными Я бы Кликабельными Я бы вот эти штуки делал кликабельными Я бы какие-нибудь бордавки заменил бы тут на четырехугловые звезды На четырехконченые звезды Что вылетело? На четырехконцовые звезды Конечные? Конечные Четырехконечные звезды Конечные Или тут корзины нет, потому что ничего не продаете, а просто информируете Мол, вот мы посеяли горох Тогда вопрос Что стреляет в пятку, а попадает в нос? Горох В эфире были блестящие шутки за 20